31 октября, железнодорожная станция Перова, пассажиры суетятся на платформе. Поезда из Люберец-Сывыхина идут через эту станцию на Казанский вокзал Москвы. А в 200 метрах отсюда, на товарных путях, инспектор, как обычно, проверяет вагоны, для того, чтобы потом отправить их на погрузку. Вот этот вагон уже ждал товар из первой логистической компании. Инспектор заглянул внутрь и замер. Он увидел несколько десятков армейских ящиков. Уже позже, когда приедут саперы, ФСБ, полиция, рабочий узнает, что там 332 танковых заряда. Они несколько дней лежали вот так в вагоне на востоке Москвы. Без охраны, без присмотра. Но сам вагон был закрыт на скрученную проволочку. Это осколочно-фугасные снаряды калибра 125 мм для танковой пушки Д-81. Ее модификациями оснащены танки и советского, и российского производства. Т-64, Т-72, Т-80, Т-90. Вообще сам выстрел состоит, собственно, из снаряда и метательного заряда. Минобороны говорят, что в этом вагоне были только снаряды. Отдельно они могут взорваться, ну разве что при пожаре. Начинка снаряда – это смесь гексогена, алюминиевой пудры и воска. В Москве хранилось больше тонны взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Ну вот, для сравнения, именно так выглядит взрыв такого количества снарядов. Посмотрите. Эксперты говорят, что взрывная волна такого количества взрывчатки распространяется в радиусе около трех километров. Но это при условии, что местность без препятствий, без зданий. Сложно представить себе последствия пожара на станции Перова. Но давайте посмотрим, что в радиусе трех километров находится. Это станции метро, Перова, шоссе энтузиастов, Рязанский проспект, авиамоторная, школы, жилые дома, детские сады, больницы. Как этот взрывоопасный вагон оказался в столице? Ну, сначала он был во Владикавказе. 12 октября его отправили в столицу. Он был в Липецкой области, в Орловской области. И 26 числа оказался в Москве. Все это время вагон не проверяли, потому что по документам он был пустым. Так кто же отправил вагон из Владикавказа и кому? Ну, здесь вариантов несколько. Железнодорожники говорят, возможно, его просто забыли доразгрузить или и вовсе забыли разгрузить. Получается, это просто халатность военных. Но в этом случае, почему за этот период никто не досчитался снарядов? Их же там 332. Ну и второй вариант. Возможно, взрывчатку хотели украсть, чтобы продать. Тут тоже несколько вариантов. Под подозрением либо военные, либо рабочие железные дороги. Сейчас за станцию Перова можно не переживать. Снаряды вывезли 31 октября. Тогда же во Владимирскую область, воинскую часть, а трех Уралов вывезли в сопровождении саперов. Так халатность это или чей-то бизнес-план? Минобороны на этот вопрос не отвечают. Но если действительно забыли разгрузить один вагон, то что же с остальными? Больших премьер, как, например, Чудо-женщина, Лига справедливости, Флэш и...